россияне бегут с позиций кадыровцы устроили перестрелку жертвами стали гражданские рубль падает но россияне без ума от своего президента все равно не знаю кто кроме него может сейчас просто сейчас нужно россия вот я могу сказать другого я никого не вижу а напоследок скрепные забавы от россиян этого просто нельзя пропустить всем привет меня зовут ева николашвили это программа в тренде здесь мы рассказываем о самых актуальных новостях из соцсетей не забываем также погружать вас и в скрепную жизнь россиян поэтому присаживайтесь поудобнее мы начинаем украинские защитники продвигаются все глубже контрнаступление продолжается мы не будем говорить подробности и строить свои догадки ведь украинские военные лучше знают когда и что нужно рассказывать и показывать скажем только что так называемые военкоры очень недовольны они даже признают сдачу населенных пунктов например села урожайные в донецкой области и на фоне всего этого некоторые оккупанты начинают прозревать что в украине ждет только смерть поэтому в рядах захватчиков все больше дезертиров украинском генштабе сообщили об увеличении количества случаев дезертирства во времена оккупированной горностаевки херсонской области теперь даже ходят военные патрули их которые обходят каждый дом и ищут своих дезертиров кроме 500 их в российской армии увеличилось также количество орков которые употребляют алкоголь и наркотики а алкоголь и наркотики на войне в целом как и в гражданской жизни губительны а еще губительно в целом быть оккупантами я вам расскажу историю из рубрики жаба гадюку в главных ролях российские военные и кадыровцы кто из них кто на ваше усмотрение дело было так кадыровцы впустили на отдых в урзов что под мариуполем там у них возник конфликт с местной военной комендатурой ожидаемо дошло до перестрелки и ладно бы перестреляли друг друга но так называемые защитники расстреляли кроме россиян еще и гражданских согласно данных советника мэра мариуполя петра андрющенко погибли двое девушек подростков четверо парней и женщина вот такая вот вторая армия мира им не жалко женщин детей все идет по плану до чего уж там им и своих детей не жалко вот например этот пропагандист искренне считает что в окопах должна умирать только молодежь сантон уже средних лет поэтому очень удобная позиция дальше окажется что этих солдат которые обучились 18-летних надо отправлять на фронт чтобы они участвовали в боевых действиях не 40-летних мужиков призывать у которых высшее образование бизнес жена трое детей и что-то там и гибель которых на фронте вы вызовет необходимость платить пенсию жене платить пенсию детям и прочее прочее а вот 18-летних пацанов как бы это цинично не звучало а их придется отправлять и никуда от этого не деться никуда этому пропагандисту даже в голову не приходит что никому вообще не нужно умирать в окопах идти на бессмысленную войну которую начала россия и никто из россиян даже не понимает для чего какие-то общие понятия навязанные путиным но им нужна война они ее поддерживают и не важно что из-за этого гибнут их родственники друзья и не важно что сами они живут все хуже и хуже вчера мы вам рассказывали что курс уже сто рублей за доллар россияне очень недовольны но оказывается раньше власти уже предвидели это всего несколько дней назад премьер-министр рф михаил мишустин заявлял что российская экономика адаптировалась к вызовам и показывает устойчивый рост и рост таки на лицо доллара по отношению к рублю сегодня дальнейшее развитие нашей экономики она адаптировалась к текущим вызовом показывает достаточно устойчивый рост что особо значимо с опорой на внутренний спрос прежде всего благодаря решениям которые были ранее приняты по поручениям президента оперативным действием правительства в координации с банком россии решение чувствую были прям очень своевременны и исправили ситуацию кстати экономисты прогнозируют что курс доллара устроит рост цен в россии так что россияне если вы думаете что жили плохо то нет все у вас еще впереди как вы думаете сколько будет стоить доллар концу года и россияне начнут все же возмущаться или опять все стерпят пишите свои догадки в комментариях а еще не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал у нас интересно в россии к слову падает не только рубль и эго путина а еще и рождаемость она упала до исторического минимума при этом рекорды дна пробивали в каждом месяце кроме марта но не все так страшно подумаешь россиян не будет зато будут таджики в рф уже переехала треть таджикистана а именно больше трех миллионов переедет и еще интересно конечно выходит россиян отправить на убой сделать все для того чтобы женщины не хотели рожать детей а взамен дать убежище африканцам и таджикам а вы говорите украинцы хотят уничтожить всю рф зачем путин сам сделает все но россиян я не дивный народ чтобы не делал путин все правильно мне иногда кажется что их когда на виселицу погонят то не сами себе петлю и затянут хотя чего это я это уже и так происходит я все равно не знаю кто кроме него может сейчас просто сейчас нужно россия другого я никого не вижу я думаю хорошо мне он плохого ничего не сделал работа у меня есть и я смотрю вакансии есть все есть просто может быть наши люди не хотят работать зарплата достойно я считаю пусть правит дальше действительно пусть правит дальше кому вообще есть дело до того как они живут если можно заниматься любимым делом доносами и вот забавный пример уехавший в европу айтишник решил создать приложение мой донос чисто ради забавы но его результаты мне кажется потрясли создателя в приложении написали тысячи обращений при том что в описании к приложению четко обозначено что она для развлечения но около тысячи доносов были настоящими люди действительно жаловались на своих соседей и знакомых подробно описывали их действия давали личные данные и ссылки на страницы в соцсетях так называемых нарушителей вот несколько из таких доносов прошу отправить алексея на службу в сло были попытки прислать две повестки он их проигнорировал рекомендую прислать ему электронную повестку через госуслуги этот человек имеет боевой опыт в чечне такой молодой уже против политики путина призывает всех русских сложить оружие в украине идти в плен куда вы смотрите почему эти уходки ходят по нашей земле отправляйте их на своб пускай там их научат родину любить я вам признаюсь мне очень нравится рассказывать о скрепных развлечениях россиян поэтому вот вам еще одно под питером прошли соревнования по плаванию внимание на резиновых женщинах это лучшее не комментировать а просто смотреть давай 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 Редактор субтитров А.Семкин